Ещё год назад такую картину трудно было представить. Вместо книжек в руках у первоклашек планшеты. Вместо сказок о колобке — игры про рыцарей. Так проходят внеурочные занятия по информатике в Головчинской школе. Если в первом уровне, то можно делать сколько хочешь ходов. Вниз, влево, вправо, вверх. С детьми разговаривают на понятном им языке. С помощью таких игр прививают основу логического мышления. В будущем полученные навыки помогут в решении более сложных задач, причём в любой сфере. У второклашек уровень повыше, а потому игры посложнее. Например, на скорость печати и знание раскладки клавиатуры. Вставлять буквы в клавиатуру. Есть такое задание. Нажимаешь на пустой квадрат, потом вставляешь нужную букву, и клавиатура починена. С помощью обучающих компьютерных игр дети познают основы цифрового мира и делают первые шаги на пути к осознанному использованию его возможностей. Детям очень нравится. Как вы видите, они увлечены. Я почти никому не подхожу. Они всё делают сами. Дети, вы устали? Нет! Работа с гаджетом – лишь часть урока. Дети много общаются с учителем, а все полученные знания закрепляют с помощью специальных тетрадей. Но техника захватила мир. С этим уже никто не спорит. Важно научить школьников правильно ею пользоваться. В Борисовской школе об этом знают. Нам нужно не просто дать детям в руки планшеты, гаджеты, а вообще познакомить, что это такое. Как с помощью них можно добывать информацию, хранить информацию. А самое важное – мы должны научить безопасно ориентироваться в сети интернет. Это особенно актуально, учитывая, что сегодня в сети можно найти всё. Было такое задание, что нужно было найти какой, допустим, вес какого-то героя из мультфильма. То есть ты хочешь сказать, что Яндекс нам ответит, сколько весит Карлсон? Да. По-моему, ты его переоцениваешь. 30 килограмм. Так, это какое-то читерство. Курс выстроен на платформе Международной школы программирования и математики «Алгоритмика». Для классов постарше он плотно связан с информатикой. Одного часа в неделю, вам скажет каждый учитель, этого мало. А «Алгоритмика» даёт нам возможность информацию расширить, углубить и закрепить, что немаловажно. Сначала в школе с осторожностью восприняли новость о проекте непрерывного IT-образования. Белгородская область в этом плане первопроходец. Но модераторы помогли учителям освоить новый вектор развития. Прислали презентации, прислали рабочие программы по информатике, которые готовы для учителей. Провели обучающие семинары, вебинары. И уже к первому сентября мы приступили к преподаванию информатики подготовленными. И перед каждым модулем учителя повторно проходит обучение. Некоторые родители тоже сначала с опаской восприняли новый курс. Но сейчас мнение многих поменялось. Мальчикам моим очень нравится эта внеурочная деятельность. Говорят, что это любимый предмет. Иногда даже я не могу сориентироваться, они подсказывают мне. Глеб Дудкин, Андрей Андрейко. Такой день на Мире Белогорье. Субтитры создавал DimaTorzok